У меня девчата везде один экспромт, поэтому давайте так, так, улыбаться, да, и начинаем разговор. Пойдемте, пока Сергея нет, я сейчас узнаю, я большинство информации получаю отличное общение, вот, вот это смотрите, видите, мировые стандарты нарисованы. Вот вы фотографируйте, у вас не вывески, ничего нету нигде, мы ехали по приборам, сейчас это вас спасло. А здесь даже местные вас не знают, мы блудили здесь, где вы? А дело в том, что местные, хотите правду, они, все местные были уничтожены спиртом рояль, вот тогда меня знали, а сейчас это совсем другой мир, совсем другие люди, они заперли своих вот этих, дом построили, вот, ни с кем не общаются. Вот так это и есть, правда? Вот, как он называется? Марин корень? Ага, дайте, чем хорошо, ткнул и забыл, и каждый год такая красота. Красиво, конечно. Пойдемте. Вот жалко это, моя вегела отшвела, тоже хотел вам показать, но она уже отшвела. А что, вот от старости засохла? А где засохла? А это все, смотрите, дело в том, что я делю все сады на сады и на маточные сады, изувечено все, посмотрите. Отрезали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, видите? И так, а это молодое дерево, ему лет 12-15. И за это время мы его уничтожили собственными руками. Это королевская, родина Франции. Ему так было тяжело, видите? Оно уже, смотрите, вот эта ветка мертвая полностью, смотрите. Обратите внимание, какие страшные морозобоины. Ниже, это все-таки будем считать учебный фильм снимаем с вами. Ниже две ветки, посмотрите, откуда они пошли. Это то, что называют и ненавидят, как волчки. Я волчки трогать не стал. А теперь смотрите. Вот. Они дальше будут, все отпилю, и дальше будет плодоносие. Смотрите сюда. Раз уж вы удивились, да? Ну, ладно, там, допустим. Это молодые деревья. А зачем вы макушку, как значит, подрезаете? Почему в рост не даете ему? Я же говорю, маточное дерево. То есть я беру ветки на прививку. Но это молодое дерево, вот труднее убить, видите? Вот тут отрезал, там. А вот это вот, сразу перепрививка. А, видно, ага, точно. Вот, почему? С такими прививками, это как инъекции благородной крови. Вот, ну, представим себе, что это самое. Что вам влили кровь какого-нибудь человека. Мы же как у нас кровь, это? Чья попала, правильно? Да еще какой-нибудь алкоголик сдал кровь. Так, нет? А представим себе, что я с помощью крови можно тоже селекцию проводить. Вот один из способов. Я это называю инфицирование. Дело не в том, что здесь пойдет прекрасное дерево, будет 800 грамм плоды. Вот здесь, вот на этой. А дело в том, что то, что я называю селекция наоборот, или селекция сверху вниз. То есть основное дерево, на которое привито, оно облагородится. У меня уже десятки, сотни фотографий. У меня сотни последователей. А наука как-то она старается не замечать. Вот. Или как вот сейчас у меня, завтра будет вебинар. Там я покажу письмо. Что железо в шарлатан и все прочее. А мы кандидаты наук. Это интересно для того. У этого шарлатана, посмотрите, дерево исполняется 33 года. Для Сибири это старожилы невероятные. А умирать не собирается, видите? Да, да. И вот здесь вот у меня есть фотографии. Плоды от 100 до 120 грамм. Понимаете? А как я его облагородил? Прививка. Манджульский абрикос. На него привил Амур. Он уже, хотя он Амур один из самых надежнейших. Он мне дал 200-300 ведер. Но я брал ветки, брал, калечил. Потом я к Амуру вижу, что ему это. Тут никуда не поделаешь. Это то же самое, что человеку каждый год операцию делать. Он от этого здоровее станет. Смотрите. Вот эта ветка привитая. Это академик. Вот. Смотрите. И вот с него он еще не успел, эта ветка вырасти. Глядите. С нее уже взяты 20 примерно веток, если не 30. Да. На это, на прививку. Уничтожаем. Пойдем в следующее. А тут вот не тля, или это мне кажется? У меня самое интересное, феномен заключается в том, что на моих деревьях, ну они только, у нас опоздала весна, они только сейчас начали распускаться. На абрикосах, вишнях, черешнях, персиках. В грушах ни одной тлинки. Вот специально, вот поспорю, скажем, таящик пива. Ой, лучше коньяку. Потому что так выглядит. Вот. И не только ни одной тлинки. На них нет никогда ни одной паршинки. Нету, да-да. Вот. Вообще чистенькие. Чистенькие, а еще бы. Вот это мы отличаются от научных садов. Сперва и с калечем. Но я калечу не от хорошей жизни. Вот. О, привет. Так. Смотри, вы беседуйте, я хожу и просто снимаю. Хорошо, что вас интересует. Вы с Абакана, да? Абрикосик бы нам. Манчжурский. Манчжурский, это самый, это как, знаете, автомобиль Запорожец. Потом идут Амур и Артемы. Это как бы Жигули первой модели, самая лучшая. А потом идут Мерседесы, Тойоты, эти самые, Лексусы. Это Академик. Серега, с тебя фляжка, я рекламирую. Академик, это Королевский, это у вас в Абакане. Кстати, это все ладно, вы знаете так. Скажите, где-то в самом Абакане или в степи где-нибудь, не дай бог. В самом Абакане. В самом. Ну, то есть, а город вас греет? Да. Все, начинайте с другого края, с Лексусовой, с Мерседесов. Вот. Теперь, вы сказали, что-то хотели, только это, я издали увидел, я сказал, потом и побежал за камерой. Что вы хотели сказать? Я хотела сказать, откуда я вас узнала. Откуда вы меня узнали? Галкин сад. Да вы что? Если бы я ее не посмотрела, я бы знать не знала, что у нас земляк такой живет. Вот так. Так вот. Так оно бывает. Вы представляете как? Вот живет человек, да, Александр Михайлович. А там торгует в Майне саженцами. Вот. Говорит, все мертвые купил. А к Сергею, а он пенсионер, я его понимаю. У Сергея кроме долгов ничего нет? Да. Саженцы по 1000, по 1200, по 1500, да? А тут, допустим, по 600-700. Все мертвые. А сейчас посмотрите, что вам будет Сергей предлагать. А яблони несу вам. Вишня на ножке. Так, вишня на ножке он не продает, мы не выращиваем ее. Не выращиваем. Ну, только для себя. Тоже супер урожает, страшно. У меня 5 лет в погребе стояло 3 трехлитровые банки с косточками. Никому не надо выкину. А ученые сады, все эти вишни гибнут подряд, миллионами уже. Ну, то есть ученые и те, кто еще имел их недавно. Страшное бедствие. Вот. Ну, отвечая на вопрос. Давай тоже самых мерседесов. У тебя, Квинти, есть? Я, я, я... Из летних сортов остался только Кэрол. Больше ничего нет. Кэрол? А из осенних, зимних? Осенние, осенне-зимние, это жигулевская. Ну, король сада я называю. И из осенних есть еще гушевка московская. Ну, это жигуленок, но надежнее все такое. Это поздние сорта, да? Да. То есть Кэрол, жигулевская. Но жигулевская надо брать. Ну, давайте, давайте. Так, я представитель этой молодежи садовой. Говори, что у тебя с абрикосов. Из абрикосов есть все сорта, а вы гибетесь в Абакане? Да. То есть на участке есть еще абрикос, либо у соседей? Есть у соседей. Все замечательно, тогда достаточно одного сорта. Нет, а если они пять захотят? Тебе что, жалко? Нет, ему нужен один, я поэтому интересуюсь. Нужен палитель вообще. Ну, я... Тогда второй возьмите или жердели, или все-таки манджурцы. Нету ни жердели, ни манджурцы. Дожили. Нет. Дожили. Все открыто, но все открыто уже поздновато пересаживались. Манджурцев нету вообще. Ладно, что есть, то есть. Ну, все, я тогда больше мешать не буду. Так. Вот. Спасибо, благодарю за внимание. Еще пройдешь немного по саду. Да, мы вас очень благодарим. Спасибо. Спасибо вам за ваши труды. Труды. Вы сюда осенью приезжайте. Мы пока не накормим, мы ведь не продаем. Ага, понятно. Потому что тогда уже и цена не кажется такой уж. Не, не важно. Мы собирали, собирали. Все никак. То одно, то другое. Ну, тогда только с этими. Только в горшках. По абрикосам смотрите, то есть для баканки святого. Бай, амур. Либо сиротинку. Амур, да? Амур, вы видели, да, на самом деле? Коточка хорошо отделяется. С окраской такие красные. То есть, да, вот. Мы амур называем, это я придумал название, знаете, какое? Мечта хозяйки. Плотная мякоть, она с кислинкой. Но ешь, жрешь, потому что она хрустит на зубах. Коточка полностью отделяется. И делай хоть компоты, соки, варенье. Вот. Это чудо. А когда я был на Украине, меня угощали жердели. Пойдемте, наверное, за ним идти надо. Меня угощали жердели. А украинская жерделя я оттуда привез, у нас уже есть. Так вот, она настолько сладкая, что компоты есть невозможно. Я разбавлял в три раза. Вот. Ну все, брать, все, все, все. А то время идет. Давайте пока. Да, нелегко достается. Нелегко. Сибирь. Сибирь, Сибирь. Это я уже для себя хожу. Первые абрикосики завязались. Вот. Завязались, завязались. Такая страшная весна была. Плюс, минус, плюс, минус. Холод, минус 10. Плюс 15. Минус 10. Ёлки-палки. Неужели опята? Нет, это не опята. Но, считайте, что мне повезло. Я сейчас закончу съемку и сделаю фотографию. Да, в моем саду растут грибы. Вот. Это я вижу здесь первый раз, но это было сильно много влаги. Это бесконечные дожди. Я терял, терял, терял урожай абрикосов в это время. Но, вот эти грибы, это не те грибы, я вообще считаю, что патогены грибов на планете нет. Но их все-таки разделили. Это грибы, которые кормят эти вот абрикосы в данном случае. Ох, еще нашел. Они кормят абрикосы. Вот эту цепочку никто практически не знает и в этом ничего не смыслит. Ничего не смыслит. Вот. Поэтому заставляют миллионы людей заниматься тупой, дурной, болезненной для спины, каторжной работой. Перекопать все вот это вот. Представляете? Перекопать, перекопать. А прерывается связь, потому что грибы кормят деревья. Вот. Они составляют с ней фактически единое целое с помощью микоризы. Но дальше говорить боюсь. Этими терминами я только могу вас отпугнуть. Вот такие дела. Земля неприкосновенно полностью исчезла прошлогодняя. Я показывал фотографии. Здесь настолько... Кстати, косточки не всходят. Знаете почему? И все до единого уничтожают мыши. Все до единого. Это их любимое занятие. У меня их каждый год вот так, потому что... Потому что собрать их невозможно, эти урожаи. Особенно манжурцы и сыновья манжурцев. Вот. Вот, вот, вот. И если вы сейчас обратите внимание, листвы практически нет. Вся она теперь под землей. Ее съели эти самые черви, которые тоже состоят... Я даже сказал симбиотическое, это такое слово не всем понятно. Назовемое в родственных отношениях с корнями деревьев. Корни дерева – это рот. Его еще накормить надо. Вот. И получается, что... Кормим вот этой густейшей листвой, мы ее не убираем. Четыре раза в зале такой трава остается на месте. Спасибо этим бензокосам. Мелкую крошку ее измельчают. Очень удобно получается. Сейчас сад имеет такой вид неприглядный, потому что только-только начал выбрасывать побеги. Выглядит он не очень, потому что деревья уже пережили свое. Убирать их жалко. Однажды я, пять лет назад, подсадил яблоньку, потому что вот этот королевский, один из ветеранов, ему 30 с лишним лет, он давно должен быть мертвый. Вместо этого на нем вот такие приросты. Яблонька оказалась не удел, абрикос свое место не отдает. Хотя он настолько... Посмотрите, насколько они надежны. Даром, что это его родина Франция, да? Видите? Казалось бы, смертельное все. Смертельные раны. Сплошные грибы. Нет, плодоносит, как ни в чем не бывало. Такие. Не поднимается рука и все. Уже можно было. Уже выпилили несколько стариков. И потом нервы не выдерживает. Вот еще один королевский. И опять в осень он будет полная шапка. Тут будет он казаться большой, высокий. Вот. И что интересно, вот я случайно подошел, я специально не хожу, чтобы удивлять вас. Опять ничего нет. Здесь у меня царство муравьев. Здесь у меня царство грибов. Здесь у меня царство... Ну, как сказать... Получается сок, который культивируется, то есть который производит, конечно, в счете, вся эта цепочка муравьи, вот, грибы, черви, бактерии. Тут еще много всяких этих копошащихся. Они кормят дерево так, что от него умирают, не умирают. Вот стля не может сесть, не может отложить яйца. Вот и все. Вот черный абрикос. Видите? Ну, здесь следы болезни. Вот. А когда эти дамы, которые являются сотрудниками телеканала Бобер, обе неграмотные настолько, что страшно на их деятельность усмотреть, это называют смерть садам, их деятельность, они все время работают, берет искалеченное, смертельно больное дерево и берет секатор и говорит, сейчас мы будем его это, приводить в порядок. И начинает дальше резать, 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 резать. Вот. Вот еще один старик. Это Бай. Ему уже тоже 30 лет исполнилось. Вот. Давайте на молодежь посмотрим. Вот она молодежь. Я всегда люблю ходить, потому что я не боюсь, что вдруг окажется покрыто тлейой или покрыто, например, этими, как их звать, паршой. Или покрыто чем угодно. Вот у меня чего нет, того нет. Молодые деревья. Вот. Они относятся к моей элите. Видите, прививка. Но я их еще стараюсь каким-то образом улучшить. Вот прививка. Потому что для меня пока придел 120 грамм, я не могу успокоиться. Просто не могу. Вот. Вот, наконец, видите как. Почему нужно, не хватает одного-двух груш для сумасшедшего урожая. А идет вот такая цепочка. Вот видите, груша. На ней осталось три сорта. Там три огромных ветки упали. Вот это груша, ее ровесница. Ее по 25 лет. Вот. Видите, там уже ветки сухие есть. Почему? А урожай, ну, давайте представим себе. Она отплодоносила, да? Как вам показать этот, 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 этот урожай? Что на каждой ветке, на каждой, вот столько. И потом ветки опять будут ломаться, вот как эта. Думаете, от чего упала вот эта ветка? От чего от этого страшная рана? Показать? Смотрите. От урожая. Вот. Потом упала вторая. Вот эта последняя осталась, вот эта сбоку, небольшая. И она, вот, упадет. Здесь была ветка. У меня есть фотографии, как это все, вот ветка упала. Как все это грушами было завешено. Но, годы берут свое. Вот. И результат такой. Но, тем не менее, изувечено полностью. вот уже коллега из коллег. Смотрите. Ни... Это как называется? Опять же. Ни парши. Ничего нет. Видите? Отверстий нет. Видите? Вот. Тли нет. Видите? Как это случилось? Не тронутый дерн. Просто не тронутый дерн. Вот. Вот, вот, вот. Только четыре раза косятся. Интересно. Ладно, про это когда-то рассказывал. Мы начали с груш. Может, и закончим грушами. Я, правда, показывал уже не раз. Самое главное, что вот там вот, видите, пень? Вон он. Вон он. Хорошо видно между грушами. Это была груша нарядная Ефимова. Я с ней брал черенки. Вот здесь где-то есть пень. Вот в этой траве густой. Уже не помню. Я тоже брал черенки нарядные Ефимова. А на третьей берка была потеряна. И вот то дерево, с которого я черенки не брал, а груши все-таки слабоваты. Вишни слабоваты. На это, на, ну, как сказать, боятся, боятся, когда их калечат. Вот. Смотрите. Если бы мы фотографию делали неделю раньше, вы бы видели тут такое урожающее. Сейчас попробую приблизить. Вы бы видели такое урожающее. Это сейчас уже. Они фактически отшвели, и вы плохо видите. Вот это вот есть дерево, с которого не взята ни одна ветка. Вот. Беда в том, что я сильно рано начинаю брать ветки на прививку. Показать? Смотрите. Вот он новый сорт. Видите? Вот. Здесь было два. Один был, шел вверх. Почему-то двухметровая палка без единой листика, без единой, это самое, веточки. Я не мешал. Вверху была прекрасная, еще вот метр выше моей головы была крона. Ну, компактная крона, яблочки, ой, игрушки были. Вот. Это было основное дерево. А запасное, второй сорт, я привил в боковую ветку. Вот она. Если вот это все-таки погибло, не любят деревья, высоких штамбов. Видите? Не любят. Вот. то низкопривитая, сейчас, низкопривитая, вот она, прививочка, она дала несколько прекрасных груш, а бирка не сохранилась. А бирка не сохранилась. И в результате мне пришлось вот тут отрезать, вот тут отрезать, вот тут отрезать, четыре, и там еще пять. Пять веточек срезать. Какова будет судьба, не знаю. На замену уже растет. То есть я лишний сорт сохраняю. Видите? Вот. И начиная с этого возраста деревья я уже называю жертвенными. Почему? Потому что вынужден, я вынужден делать их маточными, не дожидаясь, пока они повзрослеют. Быстрее, 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 быстрее. Даже здесь вот я умудрился. Видите? Это не просто обрезка. Даже здесь уже были взяты веточки. Они уже поехали в Красноярск. Вот здесь. Ну что ты поделаешь? Такова жизнь. Около сотни веток в этом году было взято с Королевского. Он совсем начал уже загибаться. Посмотрите, как он выглядит. Конечно, он потом обрастет листьями, уже не будет так бледно выглядеть. Вот. Вот. Но тем не менее, он пережил страшную, страшную обрезку. Вот. Если я начну считать, ну, до 100 не досчитаю, но до 50 точно досчитаю. И в прошлом году это было, и позапрошлом. А самое старое дерево академика. Так, ну-ка, что вы тут везете? Ух ты! Гулёвское неплохое. Да-да-да, дай такую красоту. Сейчас я закончу съёмку, ещё фотографию сделать. Вот это я понимаю. Подписать надо. Так, вот, смотрите. Лучший привальщик России, это я знаю точно, 100 и 100. Вот, лучший питомник России. Ага. Вот. Вот она, та самая, вот она. Под свежим уже подстёрлись. Ничего, я вижу. Вот она, пятнышко, которое должно смотреть на юг. И если бы не было корней, пятнышко, чтобы на юг смотрело. Да-да-да. Вон, где сейчас солнце. Вот это красота. А где ты им сливу нашёл? Это не слива, это чёрный абрикос. Ёлки-палки. Ты не позоришь меня. Они же внешне не отличаются. Чёрный абрикос взяли. Сколько ты их продал? Хоть один продал? Кого, абрикос? Да, чёрный. Не осталось нисколько, вы говорите. Не осталось нисколько. Нет, дело в том, что я предыдущий так же фильм снимал, навязывал. Вот. Даже не врубили, что какое-то чудо. Ну ладно. А мы там не врубились. Сейчас, погодите, валидол взяли? Да. Сейчас он резать будет. Валидол. Валидол. С него взяты веток за все годы. 200-300. Посмотрите, вот. Последнее время. Видите? Как он ещё жив. Избит морозами. Изувечен. Смотрите сюда. Видите? Изувечен. 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 Вот. Так он ещё и урожай даёт. А у меня завтра вебинар, в понедельник. Это будет 31 мая. Вот. Видите? С этой стороны тоже изувечен. Вот. Почему? И у него всё достоинство. Сейчас, я гляну, не заканчивается ли съёмка. Только 30 минут снимает, а потом отключается. Вот. Он привит на... Даже следов не видно. Это моя гордость. Что следов не видно. Он привит на манжирский абрикос. Ему передали все качества манжирского абрикоса. Невероятнейшая выносливость. Морозостойкость. Так. Плоды сохранил. 100-граммовые. Рекорд был 113 или 118. Сейчас не помню. Вот. А, есть ещё крупнее. Даже на ладонях есть ещё. Ну, только без этого. Без весов. И вот получилось так, что такие наблюдения 30-летние, когда я уже стал маленько соображать, вот. Привели к тому, что оказалось, чтобы раскрыть своё лучшее качество, их надо приучить друг к другу. Здесь, да, это первое поколение для меня, но оно уже было предыдущего хозяина здесь, в Сибири. Так. Вот. А 30 лет адаптации и теперь вот эти веточки, вот эти веточки, им цены нет. А я, кстати, сжигал недавно, потому что так все не раскупили. Вот. В общем, сейчас сад выглядит бледно, потому что ещё листой не покрыт. Ну, вот так он выглядит, вот так он выглядит. Вот. Ну что, заканчиваем съёмку. Я просто-напросто приехал, даже чаю не попил, и вдруг вижу, стоят, ждут Сергея. Ну, устроил я то, что называется небольшой, небольшой экскурсию. Не ради них, вернее, не ради них, одних, ради вас. Вот. Видите, ну, ещё осталась минутка. Моя гордость. Смотрите, вот здесь вот сделана прививка. Вот здесь. Вот это вишня сибирская штамма с кислыми невероятными плодами. А привил я уже дюк, а дюк мой, вегетативный гибрид, а их не бывает на свете. Вот. А на свете их не бывает. Они есть, только у меня. Вот я здесь сделал прививку. А чего бы я не срастись, когда они родственники. Но плоды укрупнились в два раза. Вот. Кто-то из вас однажды приедет, а, допустим, будет осень. Скажет, человек, а покажите мне то дерево. Вот. Я хочу убедиться, что просто вишня, такие плоды. Вишня, дюк, вегетативный гибрид. Два раза больше плоды. Ну, дальше идёт черешня. Вот. Видите, как черешня отличается? Смотрите. Вот. Видите? Вот. Видите? Ну, сказать, что это дерево мученики, значит, ничего не сказать. Субтитры создавал DimaTorzok